В начале этого года я говорил проповедь, пожелание, которая называлась «Будьте здоровы». Я хочу напомнить некоторые моменты этой проповеди. Первое, мы говорили о том, что Бог хочет, чтобы каждый из нас был здоров, духовно и физически. Второе, мы говорили о духовной медкомиссии. Второе, это когда мы позволяем Духу Святому просто смотреть, пересматривать наши сердца. Мы видим пример этой медкомиссии в Библии, когда царь Давид, он говорил, сердце чистое, сотвори во мне. И также он говорил, зри, не на опасном ли я пути. И я делился, я начал молиться такой молитвой. Я просил, чтобы Дух Святой просто находил недостатки во мне и показывал. И когда мне Бог показывал мои проблемы, недостатки, я просто их начал записывать. И когда мы знаем наши недостатки, наши болезни, очень легко прийти к врачу и сказать, что у тебя болит. И так как бы я прихожу к отцу и говорю, вот у меня, допустим, проблема здесь с гневом, здесь еще чем-то там, невоздержанием, здесь еще чем-то. И Бог, Он дает самое верное лекарство, это Его Слово. Я вам рассказывал, что когда я записывал свои вот эти проблемы, и, допустим, утром, когда я молюсь о освящении, я достаю этот список и говорю, Господь, вот здесь я, допустим, там прогневался, и Бог дает сразу слово, гнев правды не творит. Или я говорю, я, допустим, где-то позавидовал, и Бог говорит, что это зависть, это гниль для костей. То есть, когда ты начинаешь уже привыкать к этим словам, тебе даже не хочется уже больше гневаться или какие-то другие проблемы. Я начал замечать, что мой характер начал меняться, и как-то это слово начало лечить меня изнутри. Также мы вспоминали, что чтобы предотвратить болезни, мы в основном принимаем витамины по утрам. И самые лучшие витамины – это Слово Божье, опять же. Когда мы утром открываем там притчи, открываем Слово Божье, и когда мы читаем, то что мы в будущем, даже если когда-то ситуации какие-то возникают, это Слово, оно как бы подымает, и оно говорит, не делай это, остановись. И у нас есть как бы витамин, который предохраняет. Также мы рассуждали о том, чтобы быть здоровым, нужно проводить больше времени на свежем воздухе. То есть, это на служениях и на миссиях. И вы, наверное, заметили, все, кто приезжает с миссии, у них глаза горят, они полны Духа Святого, в общем, и готовы проповедовать, всех исцелять. И закончили мы тем, что церковь – это больница. Так что, если ты болен, просто смирись и лечись. Если ты чувствуешь, что ты уже здоров, вставай и помоги лечить других. Сегодня я хочу продолжить эту тему, и моя тема сегодняшнего дня – это духовное ожирение. Немного фактов об ожирении. Не секрет для того, чтобы жить и трудиться, человеку необходима энергия, которую он получает с пищей. Врачи предупреждают, чтобы мы были очень осторожны к тому, что мы едим, сколько мы едим и когда мы едим. Врачи советуют есть больше натуральных продуктов и избегать легкоусвояемых углеводов, таких как сахар, выпечка, мучные изделия. Врачи также советуют есть часто, но понемногу и тщательно пережевывать пищу. Они советуют избегать джанкфуд, а самое главное – больше двигаться. Я проверил статистику. 70% ожирения связано либо с тем, что это неправильное питание или ограниченная подвижность. Последствия ожирения очень трагические. У человека снижается работоспособность, мышцы атрофируются, становятся слабыми, появляется дышка, усталость, боли в суставах и позвоночнике. Затрудняется работа сердца, печени и других жизненно важных органов. Ожирение ведет к преждевременному старению. Люди чаще болеют, средняя продолжительность жизни намного короче. Приезжая в Америку, христиане удивляются тому изобилию слова, которое имеем мы здесь, христиане. Если вы оглянитесь вокруг, в каждой семье не одна, а несколько Библий, несколько переводов. Очень много христианских журналов, справочников, каталогов, проповеди, христианская музыка по телевидению, интернет. Просто все настолько обильно, что здесь очень тяжело быть голодно духовным. Прекрасные собратни, воскресные школы. Но знаете, что очень многие замечают, что так очень мало действия. То есть пищи приходит очень много, но вот действия очень мало. Бог благословляет нашу церковь, вы согласитесь с этим. У нас благословенные проповедники, конференции, семинары. Гости едут за гостями и всегда накрытый стол. Слава Богу за это. Мне кажется, что сам Бог заботится о своих людях и о здоровье. Если мы оглянемся назад, пойдем в первоисточники, то в Бытие мы прочитаем о том, что Бог создал прекрасный эдемский сад. И поместил туда человека. И вопрос, для чего Он туда поместил? Бытие 2.15 написано, чтобы возделывать его и хранить. И если мы будем читать Библию от начала до конца, то Бог во все времена призывал народ к движению. И народ слушался, ходил, и Бог благословлял. А те, что оседали, те, что тучнели, мы видим, что они падали от врагов, от болезней. И, в общем, вот такая была ситуация. И если мы даже читаем дальше, пришло время Нового Завета. Если мы откроем Иоанна 15.16. Иисус говорит своим ученикам, сидите, слушайтесь, наслаждайтесь, а плоды кто-то другой принесет. Примерно так написано, да, в этой главе. Там написано так. Не вы меня избрали, а я вас избрал, чтобы вы шли. Правильно? И приносили плод. Так Иисус, Он посылал Своих всегда учеников. Если мы откроем Лука 12, там написано, созвал же 12 и дал им силу и власть над всеми бесами, и врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царство Божие и исцелять больных. И ниже мы читаем, и они пошли. Марк 16.15 написано, и сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Иисус всегда говорил, пойдите, научите, проповедуйте, исцеляйте. И ученики шли, проповедовали, исцеляли, шли и идут, но не все. Друзья, мы приходим на служение, мы называем это служение, но давайте проверять свои сердца. Мы служим или нам служат? Это очень хороший вопрос. Потому что очень часто мы получаем это слово. И я понимаю, что есть разные служения. Ты не всегда можешь задействован во всех быть. Но получая вот это слово, получая это зерно, что дальше ты с ним делаешь? Оно остается в тебе? Или ты его берешь и несешь дальше и сеешь? Потому что так уж просто заведено. Если ты только накапливаешь на себя, приходит какое-то насыщение и приходит ленность. И доктор Соломон, это в притчах написано 19-15, написано так. Ленность погружает в сонливость. И притча 24-33 написано так. Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки, полежишь и придет, как прохожий, бедность твоя. Друзья, духовная бедность – это то ожирение, о котором я хочу сейчас говорить. Если вы задумаетесь и просто вспомните. Вот, наверное, типичный воскресный день верующего в Америке. С утра служения. Отборная проповедь, пение, молитва, свидетельство. Человек насыщается. Я думаю, что у нас никто не уходит голодным после наших служений. И вот человек вываливается в коридор, наполненный духа до краев. Ну, поговорив о том, о сём, с братьями, с сёстрами, человек отправляется в основном в ресторан, чтобы и плоть свою подкрепить. Ну, и чтобы как бы больше влезло в китайский. И выходя из китайского ресторана, наполнившись и духовно, и физически, человек приходит домой и с ожесточением бросает свою плоть на диван. А что с ней мелочиться? Что с ней там церемониться? Ну, если ещё остались силы где-то, то можно пойти в гости. Там вроде бы как пообщаться, попить чайку, а вместе с общением вместить в себя тортик, пирожное, блинчик и обязательно со сметанкой. Ну, на этом обычно всё. День прошёл удачно. Мы посвятили этот воскресный прекрасный день Богу, этот день служения, и мы посвятили его без остатка. Я ничего не упустил, может, какие-то ещё детали есть. И потом приходит неделя. Неделя забот, неделя трудов, неделя суеты. Мы как бы все погружены в добывание денег, устроение своих домов. И пролетает неделя, и опять приходит воскресенье. В притче Соломонов 24, 33 написано. «Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки, полежишь, и придёт, как прохожий, бедность твоя». Вы знаете, Бог, Он заботливый отец, и Он хочет заботиться о нас, Он переживает о нашем здоровье. И если ты ощутил лишний вес, это может быть из-за того, что ты мало двигаешься или питаешься не тем, что надо. Я хочу предложить некоторые методы борьбы с ожирением, с духовным ожирением. Первое – ограничить себя в питании. Я говорю о «джанк-фуд». То есть в основном ожирением страдают больные люди, которые очень сильно питаются «джанк-фуд». «Джанк-фуд» – это очень много всякой различной информации. Вы можете найти их в сетях, и даже если вы пойдёте в сети, вы там надолго остаётесь. Оно просто манит туда. Но скажите мне честно, признайтесь, после просмотра Инстаграма или Фейсбука, или просмотра какого-то мирского фильма, как часто вам хочется молиться, как часто вам хочется идти проповедовать, как часто вам хочется просто свидетельствовать. Наверное, нет. Я верю, что мы живём в то время, когда даже проповедей очень много. И если можно зайти просто на Ютьюбе, там одна за другой эти проповеди. И часто люди, они хватают эти проповеди, знаете, как бы без всяких границ. Они просто насыщаются, насыщаются и насчитаются. И я хочу вам сказать, просто вернитесь к истокам. Я знаю, что вот это Слово Божие, когда мы будем проводить больше времени, столько времени, сколько мы проводим в сетях, или столько времени, сколько мы слушаем различные проповеди. Я не говорю, что они плохие. Я говорю, что очень много ненужного, которое тебе это не надо. Это просто информация приходит. Но если бы мы больше проводили в Писании, размышлении, изучении, сколько бы проповедей Святой Дух сказал бы нам. Лично тебе. Не какие-то обрывки от других мыслей, но Он бы проговорил лично тебе. Сколько бы откровений ты получил, сколько бы пророчеств ты получил. Вся это Писание, оно состоит из пророчеств. Не надо будет никогда ехать никуда. Бог будет говорить, просто открывайте свое сердце и говорите, Отец, я хочу получить пищу, я хочу получить свежий хлеб. И вы знаете, Бог будет давать. Следующее – это движение. Движение. Пару месяцев назад мы с моей женой были в Орландо. Там проходили курсы школы Power and Love. Это американская такая школа. И основатель ее там, Рутола, он миссионер, и он также делился. Он говорил, что я очень часто езжу на миссии. Я очень много побывал на миссии. Я видел исцеление. Я видел чудес. Я видел очень многого. Но приезжая сюда в Америку, почему-то я столько всего не видел. И я знаю, что многие из вас тоже задают такой вопрос. Почему? Почему в церкви нет исцеления? Почему в церкви нет пророчеств? Почему в церкви нет того? И его сердце тоже переживало, и он думал, почему? И потом он понял, что наши отношения, когда мы на миссии, совсем другое. Там полностью каждый день наш построил. Наши сердца наполнены любовью. И все, что мы хотим, это спасать. Мы идем, Бог дает слово. Даже молитвы совсем другие. Даже когда ты читаешь слово, оно совсем по-другому. И он говорит, я созвал несколько единомышленников, и мы сделали группы. И я поручил просто этим группам, чтобы они шли на улицы. И чтобы они занимались так, как они ведут себя на миссиях. Что они не чувствовали, что они дома. И говорит, когда мы просто пошли, у меня не было особого ожидания. Я просто думал, ну, скорее всего, это там Бог действует, здесь Бог не действует. Но он говорит, мы были удивлены, потому что собрались люди и начали свидетельствовать. Кто-то здесь остановился, начал свидетельствовать, и человек покаялся. Кто-то здесь начали молиться, и произошло исцеление. И он говорит, почему, почему так произошло? И потом оказалось, что наш менталитет, он направлен здесь. Мы сеем в церквях, мы берем эту пищу, которую берем это зерно, и мы тут же его сеем. И так мало людей выходит. И знаете, может, пересмотрите свои сердца. Я пересматриваю свое сердце. Как часто мы показываем христианский характер на улице. Как часто мы просто подходим к людям и говорим, я хочу помолиться за тебя. Как часто мы просто свидетельствуем о том, что Иисус пришел спасти. Очень редко. И он открыл эту школу, и вся эта школа, она как бы деятельность, это людям показать, что Бог действует не только где-то в Индии, не только где-то в Африке, не только где-то на Кубе, но Он действует и здесь, в Америке, в Джексонвилле, в Орландо, по всей стране. И все, что мы должны сделать, это просто выйти из комфортной зоны. Нам хорошо здесь. Нам хорошо. Мы вышли, пожали ручки, улыбнулись, все у нас так благоговейно. Но когда мы на улицах, такие же мы. А идем ли мы на улицах? Или на улицах нас никто не узнает? И вы знаете, там один из соучредителей, это Тад Вайт, это тоже человек, который когда-то был подвержен, он был в зависимости от наркотической. И примерно в 33 года Бог коснулся его, произошло возрождение. И когда этот человек услышал, он принял эту любовь Иисуса. И он сказал, я не могу сидеть просто дома, я решил просто ходить и людям говорить. И все, что он ходил, он говорил, Иисус любит тебя, Jesus loves you, Jesus loves you. И он приходил к людям и говорит, я могу за вас помолиться. Он останавливал и до сих пор останавливает на улицах. Говорит, я избрал для себя Walmart. И я начал приходить к людям и начал просить за них молиться. Кто-то соглашался, кто-то не соглашался. Говорит, моя жена перестала со мной скупляться, потому что как бы она стеснялась меня. И говорит, прошел месяц, и я не видел никаких исцелений. Прошло 2 месяца, 3, 4, 5, но он продолжал каждый день ходить и молиться за людей. И говорит, через где-то 8 месяцев там была женщина в Уилл Черри на коляске. И он подошел к ней и говорит, я хочу за тебя помолиться. И она говорит, нет, не надо, у меня там операция, я уже 20 лет в коляске. И я не хочу, чтобы за меня кто-то молился. Он говорит, но я хочу помолиться, я верю, что Бог исцеляющий. И тогда уже ее там внучка говорит, бабушка, если Бог исцелит, может ты будешь со мной там играться. И она говорит, ну молись только быстро. И он говорит, я начал молиться за нее. И что-то произошло. Произошло исцеление. Я говорю ей, вставай. Вы слышали сегодня, как дети свидетельствовали примерно то же самое. И он говорит ей, вставай. Она говорит, я не могу, у меня там в спине железный штырь. Он говорит, вставай, иди. И вы знаете, она встала и пошла. Она встала и пошла. Нам приводили пример женщине, которой просто Бог положил молиться за исцеление слепых. И вот представьте, она приходит, Бог дал ей желание молиться за исцеление слепых. Она приходит, ее на слепого возлагают руки. И знаете, ничего не происходит. На второго, на третьего, на десятого, на сотого. Над ней уже смеются. Может, это не Бог тебе сказал? Она говорит, нет, я верю, это Бог сказал, чтобы я молилась об исцелении. И говорит, когда она уже молилась около трехсотого раза, и Бог начал совершать исцеление. Совершать исцеление. Знаете, они задали вопрос. Они говорят, как вы думаете, ваша вера, когда она самая сильная, когда вы первый раз молитесь, или когда сотый раз молитесь? И если вы так подумаете, конечно, наверное, первый раз, когда у меня там полная энергия, такой силы, там возлагаешь руки во имя Иисуса, исцелись, и ничего не происходит. Но они говорят, когда ты молишься сотый раз, двухсотый, тысячный, вот тогда твоя вера растет. Почему? Потому что ты не бросил. Потому что ты мог бросить через десятый раз, через пятый, через сотый. И знаете, даже если взять жизненный такой пример, там Эдисон, который лампочки изобрел, говорят, что он сделал где-то около тысячи опытов, которые и лампочки не получались. И буквально на тысячной лампочке получился вот этот свет. А представьте, если бы он остановился на десятой, на сотой, на пятисотой. Бог призывает нас к действию. Я вспоминаю просто мой пример. Знаете, когда буквально, я вспоминаю где-то в десятом году, Бог просто проговорил мне из Писания, благословляйте, ибо вы к этому призваны. То есть я услышал это призвание благословлять. Я не знал, как благословлять. Я не знал красивых этих слов. Я не знал этих молитв. Я просто начал говорить, да благословит тебя Бог. И на меня вначале, я помню, смотрели, так, ну что ты тут там умничаешь? Мы вроде все христиане тут. И я начал благословлять. И потом я начал читать Библию. И Бог мне начал давать местописание благословений. Бог открыл для меня. Я даже не знал, что есть такое Аронова благословение. Я его выучил и на русском, на английском, на иврите. Я благословляю этим благословением. И я начал видеть силу. Я знаю, что когда я иногда читаю, молюсь, и Бог дает какое-то местописание, и Он мне дает человека, которому это надо. И я знаю, что когда я этому человеку звоню или посылаю, он мне потом говорит, ты знаешь, это мне надо было слово. Это надо было слово. А все состоит в том, что услышал предназначение, начал делать и не сдался. Я вспоминаю, как когда-то было при часе, это был 10-й год, и я молился, Господь, какое мое предназначение, и Бог сказал, спасай взятых на смерть. Притча 2.4.11. И я решил, что это миссия, это мое призвание. Я помню, как я ехал на свою первую миссию, у меня даже не было денег, я собрал какие-то деньги, были трудности в бизнесе, но я хотел поехать. Я думал, я ничего не умею, кто я такой, но я буду носить чемоданы, я буду помогать этим людям. Я помню, моя поездка в Индию первый раз была. Я приехал туда носить чемоданы, и когда я приехал, мне сказали, ты будешь свидетельствовать, а завтра ты будешь проповедовать, а потом опять будешь свидетельствовать, а там будешь молиться. И знаете, я начал молиться, начал проповедовать, начал свидетельствовать, слава Богу. И с того момента миссия, это для меня действительно свежий воздух. Миссия – это где ты видишь, как Бог действует, ты видишь Божье сердце. Он давал очень много раз, показывал, как Он любит людей. Каждый раз, когда мы были на Power Love, это было 4 дня, и каждый день, 3 раза в день нас выпускали просто в город, чтобы мы шли и свидетельствовали, проповедовали, молились. И, вы знаете, каждый раз после этих походов выстраивалась огромная очередь. Где-то по 40 минут люди просто свидетельствовали о том, как Бог действовал. Это люди, которые приехали туда, они также были в зоне комфорта, но которые услышали слово «иди и свидетельствуй». И, вы знаете, там такие были чудеса, что чудеса, допустим, когда человек проподходил, говорил, «Иисус любит тебя». И женщина смотрела на него, говорит, «Ты действительно это говоришь?» Он говорит, «Да». Она говорит, «Ты знаешь, я сегодня хотела просто покончить жизнь самоубийством». И я сказал, «Бог, если ты есть, ты просто скажи мне что-то». Там были ситуации, когда люди подходили, молились, возлагали свои руки, и были исцеления. Не у всех, но они были. Нас там было, может, 500-600 человек, но каждый день куча свидетельств было о том, что Бог действует. Бог действует здесь, на этой земле. Я просто хочу пару свидетельств о том, как я начинал. Для меня нет проблем молиться и свидетельствовать, когда мы на миссии. Но здесь всегда я чувствовал какой-то дискомфорт. И мы, помню, с женой поехали, и я как-то мялся, я увидел человека, и мне захотелось ему сказать. У меня есть карточка такая, там, с благословения. Я подошел к нему и сказал, «Ты знаешь, я хочу тебе подарить эту карточку». Он говорит, «Спасибо». Я говорю, «Ты знаешь, что Иисус тебя любит?» Он говорит, «Знаю». Я говорю, «Можно за тебя помолиться?» Он говорит, «Помолись». Я помолился, и вы видели это глаза. Это были наполнены радостью. Я вспоминаю, как мы просто поехали в больницу. У нас было время, мы поехали в больницу. И мы там, как конвейер такой, как комбайн, зашел и начали за всех молиться, за тех, за тех. И как бы Бог начал давать силу и силу. Мы поднялись на второй этаж, там сидела женщина, у нее мать была в ICU. И она очень плакала. Мы подошли, и мы спросили, «Что такое?» Она говорит, «У меня мать, она очень сильно больная». И мы начали ей говорить слово, слово утешения. И потом сказали, «Давай мы помолимся за тебя». Она сказала, «Да, с удовольствием». Подошла ее дочь, мы начали молиться, мы начали провозглашать силу крови. И я не знаю, что случилось с ее мамой, но я знаю, что после этой молитвы она ушла другая. Она уже плакала, но другими слезами. У нее были слезы благодарности. Мы спускаясь в лифте, познакомились с женщиной. И мы спросили, «Почему ты здесь?» Она говорит, «У меня подруга здесь уже 4 дня». И мы говорим, «Мы хотим за тебя помолиться». Она говорит, «Спасибо, я христианка, но помолитесь». И мы встали в круг, мы начали за нее молиться. И, вы знаете, она просто начала сокрушаться. Просто дух касался ее. И после этой молитвы она говорит, «Я никогда не чувствовала такую силу». И я благодарна Богу, что Он посылает людей, чтобы поддерживать руки. Я помню, мы вышли на улицу, и мы просто стояли, и шел мужчина, он хромал, мы говорим, «Что у тебя такое?» Он говорит, «А, колено болит, давай мы помолимся». Это не были долгие молитвы, просто «Во имя Иисуса Христа исцели». И мы стояли, говорим, «Как у тебя?» Он потрогал, говорит, «Вроде лучше». И, знаете, мы говорим, «Давай еще». Мы помолились еще «Во имя Иисуса Христа исцели». И он идет, значит, начал идти и проверять постоянно. Ему как бы не верилось. Я видел, как Бог исцеляет. Я скажу еще одну. Нас учили как бы молиться. Он говорит, молитесь просто, чтобы Бог дал вам любовь. Чтобы вы это делали не ради себя, не ради какой-то, знаете, чтобы сказать, вот я молился и произошло. Но чтобы дал Бог любовь. И молитесь, чтобы Бог иногда может там видение дать. Может быть, какая-то боль у вас появится там в плече, в ноге. И, может быть, вы скажите, у кого плечо болит, у кого нога болит. И находятся очень часто люди, у которых болит. То есть это Бог как бы дает вам показать, за что надо молиться. И я помню, я начал молиться. Я просто увидел женщину как бы в Walmart или в каком-то таком большом магазине. Я увидел, что она была на роллере, на строллере, на коляске. Я увидел точно, что это не было белое, не было черное. Особо что мне запомнилось, это то, что у нее толстые ноги. И я говорю жене, поехали в Walmart. И мы поехали, какой-то дальний Walmart выбрали. Я там как собака начал бегать между этими айландами, искать просто эту женщину. Я потом смотрю, есть женщина на коляске. Я подхожу к ней, и она латино. Она потом как раз говорились, она с Доминиканской республики. И я увидел, что у нее толстые ноги. И вначале как бы тяжело было обратиться. И знаете, я так как бы мнусь. Я говорю, вы знаете, мне Бог сказал, чтобы я за вас помолился. Она говорит, да. Но я даже не знаю, за что. Я говорю, ну найдите за что. И она говорит, ну вот у меня там внучок болеет, может помолюсь я за него. Ну и помолились за внука. Подошел ее муж. У него такое имя Иисус еще тоже. Помолились за Иисуса. Во имя Иисуса просто. И потом я чувствую, что в сердце, знаете, Бог прислал помолиться за нее. Я говорю, вы извините. И Бог дает мне знать, что я хочу помолиться за вас. Что Он хочет, чтобы мы помолились за вас. И тогда она говорит, вы знаете, я прохожу какую-то там ситуацию. И я очень боюсь. Я очень переживаю. Помолитесь за меня, пожалуйста. И мы начали молиться вместе с женой. И прошло несколько минут, и она начала просто плакать и сокрушаться. И потом, когда мы закончили, она говорит, вы знаете, такой мир просто пришел. Она говорит, кто вы? Откуда вы здесь? Почему вы здесь? Говорит, вы, наверное, ангелы, которые послал Бог. Я говорю, возможно. Говорю, Бог действует. Но мы, говорю, даже не с этого города. Она говорит, и я вообще в этот Walmart не приходим. Но я знаю, что есть отец, который знает, в каком ты будешь в Walmart. И он знает, кого туда послать. Самое главное исполнить. Я приехав сюда, я также практикую. Иногда там в магазине подойти, просто помолиться. И я, знаете, я благодарен Богу за то, что наша молодежь этим занимается. Слава Богу за нашу молодежь, которая не боится, которая не стесняется, у которых нет комплексов. Которая слышит слово, и они берут это слово. И они не сохраняют для себя. Они идут, они проповедуют, они исцеляют. И Бог через них исцеляет. И вы знаете, это слово, Jesus loves you. Это слово, которое может сказать каждый из нас. Может быть, ты небольшой проповедник. Может быть, ты небольшой молитвенник. Но просто подойти к человеку и сказать, Иисус любит тебя. И вы увидите эффект. Если человек скажет спасибо, вы можете сразу сказать, могу я помолиться за тебя. И представьте себе, если мы будем молиться, какой это будет эффект. Я понимаю, что может быть не вся молитва, она будет исцелять. Не всякая молитва может быть ободрять. Но практикуясь каждый день, мы будем иметь силу. Аминь. Как-то я посчитал, что нас членов 600 человек. Представьте, если просто один раз мы за кого-то помолимся в день, это 600 молитв в день. А если за год, это 219 тысяч молитв в год. Вы представляете, сколько исцелений мы увидим. Сколько наши глаза увидят чудес Божьи. Если 219 тысяч молитв прозвучат в этом городе, просто через членов нашей церкви. Если 219 тысяч, просто через ваши уста Иисус скажет, как Он любит этого человека. Как-то одному пастору сказали, исцеление, которое происходит во время молитв, это случайность. На что он ответил, да, но заметьте, случаются они во время молитв. Я хочу просто призвать друзьям, молитесь, молитесь. Я хочу подойти к заключению и сказать, просто суммировать, чтобы мы не были духовно ожиревшими. Первое, не питайтесь джанк-фудом. Выберите чистое словесное молоко. Питайтесь и просто молитесь, чтобы Бог просто, знаете, дал вам эту жажду, жажду по чистоте, по чистоте слова. Второе, это больше времени проводите на свежем воздухе. И кто-то, может быть, поедет на миссию. Слава Богу за таких. Кто-то, может быть, начнет молиться. Я благодарен Богу за нашу молитвенную цепочку. Там около двухсот человек. И я знаю, может быть, не каждый молится каждый день. Но я знаю и вижу, что молитвы работают. Аминь. И запишитесь в эту цепочку. Приходите по понедельникам, вторникам на молитвы. Просто ходатайствуйте за людей. Вы будете видеть исцеление. Вы будете видеть просто прорыв, спасение. Найдите служение в церкви, если вы еще не нашли. Знаете, у нас столько служений. Я привел, вот, может быть, это не очень правильный пример христианина в Америке, который есть. Но, друзья, у нас очень много больных. Очень много есть пожилых. Очень много есть нуждающих. И вместо того, чтобы пойти в ресторан сам, может быть, пригласи их. Может быть, пригласи их домой к себе. Вы знаете, как мы будем действовать? Это действительно будет церковь, которая отдает, принимает и отдает, принимает и отдает. И у нас есть группа милосердия. У Славика есть вся информация. Если у вас просто появится желание в субботний, в воскресный, среди недели посетить какого-то человека, просто позвоните к нему, и он вам даст телефон, он вам даст контакт. И вы сделаете благое дело. И даже находясь в больнице, знаете, молитесь не только за больного. Молитесь за эту больницу, за медсестер. Вы будете видеть, как Бог будет действовать. Друзья, свидетельствуйте на работе. Свидетельствуйте вашим близким. Свидетельствуйте вашим соседям. Представьте, если бы мы просто привели за один год одного человека в церковь. Если бы каждый из нас привел одного человека, рассказал ему о спасении, чтобы человек просто увидел через вас эту Божью любовь, и он пришел сюда. Через год наша церковь бы умножилась в два раза. Вы можете представить, один человек. И каждый из нас может начать хотя бы с одного человека. Я верю, что Бог имеет большое предназначение для нашей церкви. Но это предназначение не в конференциях с музыкой и с красивыми словами. Я верю, что это предназначение идти и служить людям. Ибо сейчас время благоприятное. Ибо сейчас это время спасения. Второе Коринфянам так и написано. Шестая глава. Вот теперь время благоприятное. Вот теперь день спасения. Дорогой друг, сестра, не пропусти это время. Это время Божье время.